Привет, ребята из Пасмурного Харькова! На дворе ноябрь, месяц печали, грусти и тоски. Я не люблю это время, когда небо затянуто серыми тучами, когда моросит дождь, все это как-то уныло и печально. Потому запасаемся оптимизмом, живем на позитиве. Ну а сегодня речь пойдет о немецких полноразмерных крыльях SKS Blümels Shiny 53 мм для 28 колес. Погнали! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В нашем регионе осень пролетела как-то незаметно. Как вы видите, лес совсем разделся. Листья просто вмиг опали. Я с 11 этажа наблюдал за лесом. Стоял желтый, желтый. Потом в один миг просто раз. И одни голые деревья. Как так произошло, непонятно. Вроде заморозков не было. Ну и как мы все знаем, осеннее время. Октябрь, ноябрь. Время дождей. Хотя в этом году было их немного. Неделю назад где-то зарядила на несколько дней дождей в Харькове. И вы знаете, мне пришлось отложить велосипед в сторону. И я ездил несколько дней на работу на метро. Я вам скажу, это геморрно. Мне не понравилось. Идешь пешком минут 15 до метро. Потом вниз. Маска. Люди. А это час пик. Все это очень неудобно. Я привык почти круглый год езжу на работу на велосипеде. Ну, за исключением снежных месяцев, когда там уже декабрь, январь, февраль. Когда сильные морозы, когда снегами засыпает. А так на велосипеде сел, ни от кого не зависишь. Удобно. Для здоровья полезно. В кайф самому просто. Очень быстро и беззатратно. Потому, конечно, я помучился несколько дней. Все же принял решение. И приобрел себе полноразмерные крылья. Сейчас мы о них поговорим. На самом деле у меня, ребят, был как-то один неприятный опыт. Попал под дождь. Ехал с работы. Недалеко. 6 километров. Это 20 минут езды. Но домой я приехал просто весь мокрый. Спина вся забрызганная, мокрая. Штаны все. Вплоть до трусов. Вот эта вот жижа глиняная. Прямо такое ощущение, что обделался. Честное слово. И приятного было мало. Еще было прохладно. Все это подморозило. И ощущения, я вам скажу, очень неприятные. Очень неприятные. Потому, конечно, защита должна быть какая-то на период дождей. Летом-то оно понятно. Можно кататься и без крыльев. Я сам так делаю. Но в сезон дождей этот вариант просто не канает. Посмотрите, что я нашел. Грибочек. Наверное, несъедобный. Я в них не разбираюсь особо. Красивый. Стоит себе. Ноябрь месяц. Но пока морозов не было. Так что в лесу сейчас грибов. Грибники торжествуют. Все-таки как же в лесу. Красиво. Тихо. Спокойно. Приехал на свое любимое место. Там, где летом снимал обзорчики на кепку. Посмотрите, как все изменилось. Все-таки как листва зеленые меняют вообще состояние и ощущения. Сейчас все открыто, все видно. Летом все в зелени. Вообще, конечно, климат поменялся кардинально. Зимы уже не те. Продолжаем кататься. Я в том году докатал до первых чисел декабря, пока не выпали первые снега. В общем, друзья, я не являюсь сторонником крыльев. Каких бы то ни было. И я считаю, что крылья, они как бы портят внешний вид велосипеда. Как бы это странно ни звучало. Тем не менее, для меня, вот именно я просто по своей натуре неоднократно об этом говорил. Такой о себе ценитель красоты и изящества. Вот. Фэншуист. Потому для меня очень важен внешний вид велосипеда. Но крылья, они, как мне кажется, немножечко добавляют какой-то, не знаю, грубости, что ли. Ну, как-то велосипед совсем по-другому смотрится. Я не знаю. Может быть, это с непривычки. Потому, конечно же, я думал о крыльях в осенний период времени. Потому что я постоянно езжу на работу на велосипеде. И это актуально. С заднего колеса забрасывает грязь и воду на спину. Я задумался о том, что все-таки необходимо это сделать, купить и хотя бы ездить на работу с крыльями. Потому что, как я уже говорил, на велосипеде мне удобно. Я ни от кого не завишу. Плюс это экономия средств нехилая. Вот. Потому что метро 8 гривен в одну сторону назад. В день по 16 гривен. Посчитайте, сколько это выходит в год. Потому, конечно же, для меня этот вопрос стал ребром. И что я сделал? Я просто насмотрелся обзоров. Залез в интернет. Обычно всегда так делаю. И сделал для себя выбор. Выбор мой пал на немецкие качественные крылья SKS Blumels Shine. Вот. 53 миллиметра шириной на 28 колеса. Музыка, паузыка. Музыка. 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 скс это довольно таки известный бренд немецкий данные крылья в это можно сказать вот топчик они считаются одними из самых лучших в своем ценовом диапазоне и вот в этой именно ниши полноразмерных крыльев данные крылья изготовлены по типу сэндвича что это значит то есть это как слоеный такой пирожок если мы посмотрим на срез крыла мы увидим внутри тончайшую алюминиевую пластину которая закатана просто залита очень качественным глянцевым пластиком и действительно качество на высоте я так понимаю немцы упростили себе производство и просто вот нарезают куски данного профиля и уже закатывают их вот такую форму вот потому что тут вот этот вот именно срез он не залит пластиком просто вот как резанули так и остался в принципе если не присматриваться этого не видно но это такое уже что самое интересное когда крылья пришли я взял в руки вот и они реально они очень подвижные очень гибкие как сказал один мой знакомый хоть бери да в узел завязывай то есть действительно они такие соплистоны и что самое интересное как только крылья монтируются на велосипед они становятся очень жесткими очень жесткими и в процессе езды ничего не болтается ничего не дребезжит система крепежа здесь у немцев очень интересная очень гибкая в настройках потому все это вот выглядит вот так вот все очень четко ничего не дребезжит все очень крепенько очень четенько как сзади так и спереди все ровненько все красиво крепится крылья стандартно значит основные места крепления все мы знаем ну и v-образные спицы которые были длиннее чем они сейчас есть вы выставляете себе крыло четко по центру и потом лишнее отрезаете и тут есть такие колпачки пластиковые которые одеваются для красоты и завершают этот вид все очень красиво жестко демонтируется также все очень быстро выкручивается три болта крыло снимается то же самое спереди v-образная спица и тут еще есть какая-то система там написано у них было вот я не переводил особо значит в случае если у вас палка попадает между колесом и крылом и вырывает крыло вот здесь вот размыкается вот этот вот пластиковая шайба идет таким вот именно с сердечником и крыло у вас просто не ломается спицы не вырывает она выстегивается и потом вы можете обратно все это защелкнуть и все но о немецком качестве я думаю тут не нужно говорить лишних слов крылья очень красивые очень качественно сделано причем они настолько простые настолько минималистичны но в то же время настолько вот изящный пластик очень качественный очень качественный глянцевый пластик и они добавляют такой вот какой то я не знаю но смотрится просто вот как бы очень даже дорого-богато в общем как и где я заказывал эти крылья поначалу я залез на немецкий сайт байк дисконт вот ссылку я оставлю в описании кому интересно это немецкий сайт ну по типу алиэкспресс по типу ebay а то есть вы там регистрируетесь привязываете карту заказываете оплачиваете с карты вы вас снимают сумму там на сайте вы в настройках указываете свой адрес индекс почту сидела и вам также посылка приходит как вот с алиэкспресс и я уже готов был заказать уже все в заказ и как раз там скидка на эти крылья была они там 19 евро по моему стоили а потом смотрю что доставка в украину 20 евро то есть получается доставка дороже чем сами крылья то есть сами крылья выходит где-то там 640 гривен плюс доставка еще где-то то же самое там ну гривен до 700 и в итоге сумма получается 1200 1300 гривен но я в общем стопанул все это дело думаю дай посмотрю как стоят дела у нас этими крыльями в украине вот залез в интернет погуглил нашел в принципе на prom.ua также очень много вариантов именно данный бренд у нас в украине стоит примерно 908 гривен я нашел вариант еще дешевле в днепре у нас значит в каком-то веломагазине осталось два комплекта и там они шли по цене 780 гривен вот ну с учетом доставки новой почты мне не обошлись гривен 800 то есть получается я приобрел данные крылья немножко дороже чем если покупал их на немецком сайте без доставки и в то же время они мне вышли гораздо дешевле чем если бы я заказал на том же немецком сайте с доставкой то есть разница получилось где-то гривен в 400 а это весомый аргумент поэтому не спешите заказывать на немецком сайте там выгодно заказывать если вы например скооперировали с дружбанами 5-6 человек заказали себе товар и тогда вам на всех разбить эту доставку она выйдет вам там по 50 по 100 гривен это ну мелочи когда один конечно переплачивать там эти 600 гривен как-то не хочется забейте просто в гугле sks bluemel shiny купить в украине и нужный размер и я думаю вы найдете без проблем в любом случае для вас это выйдет гораздо дешевле чем если вы будете заказывать непосредственно с германии данные крылья существуют в размерах 42 миллиметра 45 миллиметров 53 миллиметра 60 и 65 миллиметров я подчеркиваю что эта ширина профиля поэтому при выборе крыльев обратите внимание на данный нюанс я честно говоря собирался заказывать себе 45 миллиметровые крылья дело в том что у меня резина покрышки швальбы mondiale идут формате 16 но это в дюймах в миллиметрах получается 42 миллиметра то есть ширина покрышки 42 миллиметра но я подумал что там на 3 миллиметра больше 45 миллиметров будет как раз норм и спасибо серёге семкину кто не знает это белорусский велоблогеры знаменитый так как он уже съел не одну белорусскую собаку на этом деле принципе он с этими крыльями постоянно катосит круглый год и я ему просто написал посоветоваться и он мне подсказал просто говорит бери пошире то есть чем шире тем лучше но то же время конечно чтобы не брать совсем лопату до 65 миллиметров например если у вас 42 резина стоит поэтому я взял заказал 53 миллиметра то есть как он мне объяснил хотя бы по 5 миллиметров с каждой стороны должно быть запаса потому что если вы возьмете крылья такой же ширины как и ваша резина вот эти вот боковые шипы боковые зацепы если они будут здесь вот вровень с этой кромкой или немножко торчать они будут вам закидывать грязь и воду все равно будут закидывать вам на спину вот сюда вот под седло на задницу вот и это неприемлемо поэтому вот здесь вот у вас должно быть как минимум по 5 миллиметров запаса сверху крыло у меня полностью закрывает резину я хочу сказать огромное спасибо серёге семкину за данный совет потому что если бы я купил себе крылья 45 миллиметров я просто думаю что я сейчас бы их перепродавал 53 миллиметра на мою 42 резину сели идеально получился как раз там запас где-то по 5 миллиметров и это все отлично смотрится не грубо не широко как раз то что надо ребята если вы собираетесь менять резины если у вас два комплекта резины например какая-то летняя там 42 миллиметра и на зимний период на осенние у вас там есть широкая резина шипованная всегда выбирайте по широкой резине чтобы у вас крыло покрывало именно вот эту ширину потому что широкое крыло узкую резину закрывает а узкое крыло широкую резину сами понимаете она будет просто неэффективно я в свою очередь нашел свой оптимальный вариант я не собираюсь сюда ставить широкую резину вот именно для туринга для путешествий для меня оптимально 1.6 1.5 потому я взял уже крылья в таком формате 53 миллиметра поэтому при выборе будьте внимательны изучите свою резину посмотрите и выбирайте всегда чтобы у вас был запас где-то на по 5 миллиметров с каждой стороны да ребята один очень важный момент если вы хотите обезопасить себя от грязи и от брызг максимально максимально возможно у вас только один вариант это полноразмерные крылья что такое полноразмерные крылья крыло у вас должно закрывать половину колеса как минимум вот такой формат только работает на максимальную защиту никакие полумеры никакие вот эти вот болотники брызговички какие-то вот сюда накидные закрылки все это не работает я на мтб катался у меня стояли болотники они частично закрывают там я не знаю какие-то детали велосипеда там минимальные но все равно на спину вам летит грязь летит вода и это конечно неприятный момент почему все таки полноразмерные крылья почему не вот эти вот все модные закрылки болотники брызговички как их называют превращение у нас капля отрывается примерно вот где-то вот на середине колеса но может быть чуть выше вот вот отсюда начинает лететь вода получается если у вас коротыш вот такой вот стоит да вот так вот то все это вам летит на спину вот отсюда все это летит на спину поэтому смысл в том чтобы крыло у вас закрывала как минимум половину колеса вот если провести вот так вот линию именно диаметр как раз вот эту часть должна быть закрыта полностью капля отрывается летит и попадает как раз вот сюда вот под крыло и таким образом защита срабатывает данная покрышка шваль бы mondial как вы видите вот здесь такие вот черепашки как я их называю протектор очень такой усиленный вот как ковши и вот эта резина она очень сильно загребает воду очень сильно просто кидает ее на спину и кстати дано вот на данные крылья еще докупаются специальные брызговички небольшие вот сюда вот так же на переднее крыло вот чтобы не забрызгивала вот сюда под низ на кареточный узел на трансмиссию но почему я не собираюсь цеплять сюда вот такие брызговички и это еще один нюанс дело в том что я живу на 11 этаже и мне чтобы спуститься вниз или подняться наверх я пользуюсь лифтом у нас к сожалению нет грузового лифта и мне приходится пользоваться обычным для этого я просто ставлю велосипед на козла поднимаю на заднее колесо вот и захожу в лифт таким образом естественно что как только я поднимаю его на заднее колесо у меня вот это крыло она уже близко на грани чтоб чиркать короче об пол и когда там вот неровный порог в лифте где-то я уже несколько раз чиркал и есть вероятность того что просто можете вот здесь вот либо загнуть либо вырвать это крыло скреплений поэтому если здесь будет у меня еще брызговичок то естественным образом я просто не смогу зайти в лифт я не смогу поднять велосипед но а с 11 этажа по ступенькам это еще то удовольствие поэтому учитывайте этот момент вот что крыло оно немножечко вас ограничивает общем тема отрыва капли от колеса я думаю мы разобрались почему полноразмерные крылья почему именно они и в то же время я хочу сказать такую вещь если вы думаете что полноразмерные крылья это панацея то нет ребята все равно где-то с боков немножко летит брызги забрызгивает немножко может быть педали вот немножко на ноги но в любом случае что я могу сказать со стопроцентной уверенностью ваша спина ваша задница ваше лицо будет чистая и это работает не придумано пока еще такой защиты чтобы просто выехали ваш велосипед вот как яичко как вы выехали из дома чистеньким так и заехали все равно где-то придется отмываться после дождей после луж в общем на сегодняшний день полноразмерные крылья это максимальная защита то что придумано человечеством вот более максимальной защиты пока не существует природе для себя вы должны принять этот момент хотите ездить осенью хотите ездить в дожди только полноразмерные крылья только такой вариант раньше я как катался когда подъезжал к луже какой-то я тормаживался где-то там до пяти до трех километров в час тихонечко проезжал по луже вот и потом еще метров 20-30 ты также вот тихонечко крутишь ну чтобы не забрызгала остаточными да вот этими вот брызгами с колеса пока вот вся влага вот это вот колеса не уйдет на асфальт и потом начинал только ускоряться вот сейчас конечно совсем другое дело я так и не дождался дождя хотел все это дело продемонстрировать вот по лужам но у нас так вот моросит что-то крапает такое как изморозь но сильного дождя нету луж нету особых как-то я ехал на днях с работы и у нас там такой спуск дому прорвало труба и просто река но я как дал конечно в удовольствие и что самое интересное приехал домой специального залез посмотрел под велосипед полазил значит спина чистая задница чистая все отлично вот единственное где забрызгала у меня вот здесь вот на флягу немножко с переднего колеса вот где-то вот отсюда срывает каплю и все в принципе по мелочам где-то велосипед чистый все отлично все работает поэтому я остался очень доволен конечно же и самое интересное что сейчас вот катаюсь и насколько привычка уже укоренилась в голове за многие годы подъезжая к луже или к воде начинаю просто автоматически оттормаживаться потом вспоминаю елки у меня же крылья и уже дальше короче пру целом я пока что привыкаю к внешнему вида велосипеда для меня все это непривычные вещи но я вам скажу что среди вот друзей и знакомых коллег по работе мнение разделились на два лагеря одни одобряют говорят вау как круто наконец-то ты нормально катаешься не как нищеброд с голыми колесами но другие наоборот говорят шефу портят внешний вид и так далее но как сказал один мой очень хороший дружба говорит ну все теперь ты как дед пердет будешь катосить с этими закрылками вот такие дела ну в общем то что я могу сказать все это вкусовщина вот на самом деле просто у одних людей свои предпочтения у других другие я как я уже говорил любитель более такого фэншуйного варианта то есть мне нравится когда велосипед именно такой вот на минимализме чтобы было поменьше вот всяких плюшек сопелок перделок и тому подобное но как мы с вами понимаем данная мера это просто необходимость но мне ребята написали что очень даже стильно смотрится все таки это туринг вот и по идее конечно он предназначен для того чтобы путешествовать на дальняки и крылья тут безусловно к месту возможно на грэвеле на каком-то тем более на шоссере все это будет смотреться нелепо ну тут как мне сказали что есть какой-то свой стиль возможно это так но буду смотреть привыкать я заметил что в своей жизни у меня часто я принимаю какие-то вещи потом уже через вот именно неприятие поначалу я как бы фу там нет мне не нравится потом пробую потом вхожу во вкус и потом становлюсь просто поклонником поначалу когда поставил конечно как-то было не очень особенно вот заднее колесо переднего такой вот более коротенький а задняя вот это вот полноразмерная как-то смотришь думаешь как будто что-то не так ну когда годами катался без крыльев конечно все это режет глаз я не знаю пока ребята буду ли я весь сезон катать с крыльями возможно ли на лето я их сниму посмотрим для кого подойдут данные крылья безусловно это для туристов для туринга это просто мастхэв если вы като сити на дальники конечно же вы не должны зависеть от погодных условий потому для путешественников заядлых данная защита это просто мастхэв это необходимость конечно же тут на красоту нужно смотреть в последнюю очередь целом конечно же приятно катосить и не думать о том пошел дождь или не пошел потому что раньше например когда я выезжал на работу на велосипеде и начинался сильный дождь мне приходилось оставлять велосипед на работе вот и тулить домой уже на метро в принципе сейчас уже вот где-то за недельку я уже под привык и мне кажется что смотрится все очень хорошо очень стильненько если еще обвесить его байпакингом под сидельную сумку на рульную сумку маленькую на рамную сумочку будет замечательно ну что в принципе рассказал все что хотел самые такие основные моменты существуют безусловно еще и другие производители есть какие-то ноунеймы вот я знаю сергей семки например он рассказывал что я просто увидел у него на фото спросил говорю у тебя такие же крылья он говорит нет это какой-то ноунейм китайский там за 20 баксов то есть по типу копирует типа немецкие такие вот там крепление немножко другое тем не менее свою функцию выполняют в принципе любые крылья полноразмерные выполнять свою функцию защищает вас от брызг и грязи поэтому смотрите уже сами кто во что гораст например для меня важно качество поэтому именно немецкие у меня выбор пал именно на них но и в данном вопросе безусловно важно не то чтобы брендовость данных крыльев полноразмерных крыльев и их качество их изящество и красота важно чтобы они закрывали у вас пол колеса чтобы это не были какие-то огрызки ну на этом все буду прощаться с вами ребята сейчас поеду еще покатаюсь по лесу погода хорошая не холодно вот людей нету никого нету пусто но изредка какие-то велосипедисты проезжают потому всем хорошего настроения набирайтесь позитива подписывайтесь на канал прожимайте лайкос и все ссылки я оставлю в описании не унывайте все будет хорошо а с вами был серго пока и до новых встреч друзья только но я закончил обзор и пошел дождь я только что выезжал из леса грязище меси вот такое мокро а спина чистая крылья работает а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok